Сегодня у нас 1 августа, мы несем телевизор, видеоплеер, диски, Виктору Николаевичу Савченко обратно нам дает, на лето, чтобы мы просматривали с детьми фильмы разные. Как сказки говорят, повезли кота хоронить, мыши. Вот Виктор Николаевич Савченко давал, и назад повезли. Подожди-ка, Никита, повернись туда. Вот посмотри, какая аппаратура. Это большое дело. Там экран. Это вот каждый несет еще тут управление. А я сегодня подумал, мы размонтировали сейчас зал зрительный. Не ходи туда в грязь. А вот кинотеатр-то показывает кино. Это ничем от нашего не отличается. Только они же не разбирают кинотеатр-то. А мы сейчас под склады сразу размонтировали. Вот оно. Смотри, по нашему труду поехали. По песочку. Тут можно пройти. Поблагодарить надо Виктора Николаевича. Надо колонки брать было из Барнаула. Другие. Дополнительные. Ну давайте на песок власти. Устанешь, брат, скажешь. Держим, ребят, крепче. Не уронить, не остар. У тебя диски могут выпасть. Аккуратнее. Пока не утоптали, они видят, у нас туда ездят. Песок-то разносят покуда. Так интересно. А если гравий-то будет, щебень крупный-то, ну сразу все разровняем. И будет как там. Тогда оно вдавится. Ровное будет. Ну а сейчас пока. Вот так. Тут даже не трогали. Много песка ушло. Тут очень глубокий слой. На тебе это в 20. О, неужели Игорь приехал? Машина пришла. Я что пошел-то? На саманной, чтобы зашли. Догоняйте, не отставайте. Ты ногами начинаешь бороздить. Смотри, что делает. Он не может одной минутой, чтобы какую-то гадость не сделать. Тебе доверили это дело-то? Кто одной рукой уже выронил. Начинает спотыкаться, подпрыгивать. Тебе доверили? Ты твори молитву, неси. Смотрел, радовался или нет, или ничего не понимал. Так и помрешь, ничего не знающим. Он на такую простую вещь доверил, уже не рад. Потому что может не донести. Ответственности нулевая. А почему? На старших смотрят. Я сейчас посмотрел. Вот затычка к этим подушкам в лодке, которая. Отдельно запасная затычка. Теперь осталась она там, ну где этот перекись водорода лежит. А ты можешь идти не мыркать в это время? Когда идите, можно идете, чтобы... Подними провода. Вот начинаете что-то делать, что-то хватать, перекидывать. Одному выказываю, а он даже не слышит. Он, говорят, у меня спросит, тешится. Тебе доверили, понимаешь, доверили. Ты должен этим так дорожить, чтобы в другой раз снова тебе доверили. А ты делаешь так, что я ничему не расширдал. Думай, не донесет и пропало. Платить деньги надо. Почему дети так обращаются, взрослые? Вот подушки там эти сидеть. Ему кинули, он дует. Теперь туда ее затолкал, а обратно он ее тянет. Он ее не придержит другое. Сегодня он пришел, Коля, на горох, в барабаша. Он просто берет с ручок и тянет. Тянет стебель, перервал. А что стебель надо придержать рукой? У него ни порошинки нету. И ладно, взрослый был, подсказал. А Крося подсказал. Нет. А зачем? Сергей Павлович, а собаки там. Какая процессия? Кого хоронят? Что за крестный ход? Что за крестный ход? Когда дорогу-то делал, говорили, зачем дорогу уходить? Через кладбище мы к этой ездим. Я говорю, зачем у вас кладбище возвращается? Доехали, билет в один конец. А когда сделал, теперь все катят. И вот на Корщину этот путь точно так же всеми будет обкатан. Почему? Потому что там перерывает, у них нету. Нам Бог дал. Эх, 783. Белая лебедушка. Как мы по Парижу заели. Вот он. Второе колесо. Вылазь оттуда. Принимай комиссию. Смотри, что идет в процессе. Все, разобрали. А где же хозяин-то? Пошел смотреть в интернет. Дома, дома, дома. Можно? Можно, что? Ну, смотри еще. Кабища пришла. Что-то вы так быстро насмотрелись. А все, разъехались. Ну, заходи. Все. Давай, я сейчас... Открывай двери. И все, пересчитай. Провода, все замерь. Давай. Ну, заходи. Коля, первый. Второй. Коля, первый. Я телевизор хочу принять. Коля, первый. Так, проходи. Николай, второй. Тихо. Вперед. Заходите. Передавай ему. Когда разуваются на улице, я думаю, это неправильно. Разуваться надо в тепле. Или вот на улице обувь выстоять, дождь идет, и сапоги везде мокрые. Вылили, опять надели, пошли. Так, проверить, пока не отошли. Так, подавай, Коля. Диски я не проверил, сколько брали их. А вот 7. Никита, иди отчитайся. Ты-то заходить нельзя, голову ты косунь туда. Стой. Два пульта. А, ну, извините, извините мне, что это. На детку, на детку, на детку, на детку, на детку, на детку. Я говорю, зачем, может, ты женился-то один, говорит. Да все, говорит, жил не венчаный. И решил, говорит, хоть под конец жизни. Нет, а я уже 70 лет ему. Суханов Анатолий. Ну, а у нас была Анна Панкратина, он на ней повенчался. Повенчался и даже никак. Она, говорит, только квартиру мою закатела. А мне один в интернете задает вопрос, именно, чтобы я у вас спросил, я сейчас вот вспомнил. Он говорит, я три раза женился. Первый раз женился, развелся. Второй раз женился, ну, это такой, обычный, гражданский, как говорят, блуд. Блуд, да. Второй раз женился, говорит, она умерла, говорит. На третий женился сейчас, говорит, ну, мы венчались. Какой действительно брак, говорит. Священники говорят, что когда, которые венчаны. Пожалуйста, вопрос Пупкову. У него больше опыта. У меня одна венчана и живет рядом. Как Жириновский говорит. После 50 лет, говорит, ее отдельно держать, говорит, или в дурдом сдавать. А он с какой целью этот вопрос задает? Он четвертый раз хочет жениться и думает, пролюбодеяние будет или это нет? А первые два не считается, как бы уже, да, раз они недействительные, это... Не знаю. Так как Христос в Сан-Ренке ответил, тебе не первый, ни второй, ни муж. Да. Никто тебе не женовал. Я был пять мужей, ты имел, этот не муж. И этот означает, и те не мужья были. А просто на шевальщики. Ну, с этой-то он венчался, с последней-то? Нет, он говорит, у тебя было пять мужей. И этого, который ты ныне имеешь, не муж тебе. Этот не муж тебе. И означает, и этот. То есть перед вичем... А что означает, у тебя было пять мужей? Что это означает? Это означает, мужики были у тебя, а не просто пять мужей. Пять мужей. Мужи. Ты так скажешь, что ты считаешь, что он шестой. И этот тебе не муж. И этот, буква И говорит, что это точно такой же и этот не муж. А так бы зачем было? А этот тебе не муж. А тогда было бы, значит, и те нормальные. Что тут понимать? Тут грамматика простая. Ты сколько раз венчался? Сколько? Один. Один раз. Ну и все, венчина считается. Что-то, ты занемог? Да. Ну да, кляш, паски. Я читал, что... Алло. У меня лекарство одно. Ложка меда, что он сидит. Не ложится. Что вы не сидели колеса-то? Чунки какие-то поставили. А вот смотрите, что тут. А что? Вот они шлицы. Ну? На том колесе их уже не было. Это означает что? Означает машина не едет все. То есть она не может двигаться? Ну конечно. Они же сцепления должно быть. А здесь они еще есть, но скоро их... Не будет. А почему так? Не так тормозите или еще? Почему так? Ну на тормоза жмете, одновременно на газ. Почему так? Вопрос так поставлен неправильно. Говорят так, что часто по грязи ездишь, то это так будет. Так не езди по грязи. Она назначена для того, чтобы любую грязь пробить. Она для этого предназначена. Поэтому 134 тысячи, вот с кем я говорил с шоферами, опытные, они говорят, ну это уже снашивается. Ну давай. Здесь видите шлицы делают, ну прям наручные. Вот сзади там мощное сцепление. Игорь, Глажков. Так они скажут, что это не наше. Скажут это. Ну они совсем мизер. Ульяновский завод дал. Ну, я с этим лично не согласен. Тут надо что-то помощнее делать. Ну так сделай. Сделай. Самому не сделай. Проточить нельзя? Вот Игорь должен детали купить эти. Так он приехал сейчас какой-то, Игорь. Приехал уже, да? Да-да. Машину я видал. Пошли к нему все вместе. Только что подъехал. Все, надо идти. Так, ты гайки-то не растеряешь тут все? Ну а вас много найдете, я надеюсь. Нет, ребята, вставайте, уходим. Уже на нас много есть. Свои оплошности. Вот так. Все, сейчас я тоже иду. Я деньги везду. График, кто сколько работал? Тебе лучше знать, как нанимателю. Пошли. Я посчитал свой график. Посчитал? Да, 75 часов получилось. Вот так. С тобой кто работал одновременно теперь, припомни? Ну, практически Галендухин, но он даже чуть больше, чем я работал. Больше, да, счастлив. Может, он на 90-м может часовой работать. 75. А этот Владимир Демченко сколько? Девченко работал. Дня три может. А кто еще работал? Тот Сергей. Сергей работал, да, с нами. Сергей, определи, сколько ты работал часов. Так, ребята, уходим. Уходим. Я не помню, какого числа приехал. Какого числа работал. Я не за часы работал. Больше трех. Не больше тысячи, не меньше. Давай, доведи нас. Пошли. Иди вот тут один. Иди. Идите. Ходят тут. Посмотри, какая техника снимает все. Смотри. Да, выходит. Да. Техника хорошая. Комиссия. Да, как где Игорь приехал? Он заехал только что. Приехал? Да. Как раз к тебе шли, он заехал. Домой. А ну-ка, по вызове там хозяина. Пи-доу. А это черный кот, что ли? Да. Ну, какой-то он коричневый загарит. Он черный загарит. А ну-ка, вон, смотри. Я не видел у них такого. Что он там это? Тут копает. Может, барсук и зашел. Да нет, кот. Там кровоедет. Ну, техники это сколько. А там алабай в яме лежит. Он там себе выкопал яму забудкой. Да его нет. Он, по-моему, пасет. У него вот она сяпка лежит. Данил, он в яме, наверное. Не, не. Не? Отцеплен он, видно. Яму выкопал. У нас выкопал яму шарик. Вот так. Ой, черный же какой. Черный при черный. Ну, и совсем черный, а черный. Да. Кинули белого в кота. Никого больше нет. Все. Где Сереж? О, здесь вот. Он такой черный, будто его кто-то в море. Сразу вот укинул белого. И вот тебе нас так смотрел. Где-то надо искать. Ну, так наилей. Добрый день. А ты знаешь, что мы с тобой теперь родственники? Коробка. Да какие еще родственники? Еще близкие. 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 Смотри. Вон схема. Таблицу. В четвертом колене. Сватка. В четвертом колене. Так, вот она ваше. Вот, вот. Все ваши баночки, коробочки Ольга отдала. Так, видите. Ребята, берите. Представьте, есть горох. Каждому по коробочке. На своем поле были мы сегодня. Гороху побрали маленько. Аккуратненько сбоку, чтобы в них заходить. Так. Смотри. Марк и Мария. Это одно и то же. Муж и жена. Да. Вместе. А от них кто? Игорь и Елена. От Марии. Да. Дальше никто не идет. А смотри. А у Марка Петр и Евдокия. А у Евдокия. Это на меня, чтобы выйти. На нас выйти. А зачем через Тихона? А как? Просто двоюродные. Ой, родные все. Ну от кого? Вот Петр и Евдокия. Мы родные только через Тихона. Поэтому он обязательно должен стоять здесь. Вот сколько есть у отца детей, столько стрелок от него идет. Вот у Тихона. Здесь и Игнатий. Здесь и Аким. И другой. Смотри. Один переход. Два, три, четыре. Мы родственники в четвертом колене. Это очень близкое родство. Теперь смотри. Если бы вот здесь, допустим, ну не Аким, а возьмем кто-то вот из наших там. Валентина. У Валентины, вот здесь дальше Валентина, это точно так же. Вот сюда идет. Тоже единички все. Это единицы все будет, потому что от всей Тихона идут. У Валентины... Подождите, тогда и здесь единица сюда. Вот одна. Там нам нужно выйти на меня и на Игоря с Еленой. Вот мы вышли. Теперь смотри. Если здесь будет Валентина, а у Валентины неженатый сын Иосиф. Вот здесь вот. Вот смотри. Здесь Валентина, а от нее стрелка идет на Иосифа. А теперь дальше гляди. А у Игоря с Еленой... А там не Иосиф, а допустим, еще девочка есть. А у Игоря с Еленой есть еще дочь. Стрелка идет сюда. Вот еще одна добавится, Таша, от вас. И теперь, могут ли они жениться. Добавляется два, шестерка. Там и отходит, и здесь. Это можно. А если пять, только с разрешения архиерея. Так что мы в родстве очень близком. Четыре колена. Так что дорогой сват. Здравствуй, дорогой сват. Он говорит, да телят искать. А ты что, сватушка глух? Да пестреньких двух. У кого-то прозвали. У кого-то кумом был кум Семен. Так и всю жизнь остался кум Семен. Никто не знает еще не Семен Михайлович, как буден. Чем он кум? Кого он крестил? Кого никто не знает. Ну все, кум Семен. Так. Вот, это Надежда Васильевна. Заберите. И это Надежда Васильевна. Так, забери, Никита. А это что? Это я не знаю, что. Вот, разберись. Ну это твое. Это люди, наверное. Люди. Так, ну все, мы пришли. Проверили. Ну все. Благодарим. Гантели. Батники вам не надо. На снегопуде есть. Они одинаковые. Батники это там, кто бьерзнет. Сергей Павлович Пупков на снегопуде есть. Это тебе он потребуется. Держи. Таш, убереги. А это майя. Вот смотрите. Стравнейший лиц. Ну вот все, брат. Которых нету практически. Чуть-чуть только. И с этими шлицами. Видишь, какие они должны быть? Ты знаешь, это рассказка. Сцепка должна быть. Специально, да? А почему он так здесь? Ну, вот здесь. Ну, это тоже корректирует. Я вас не рассчитываю. Давай. Скоро, скажи, я тебе расскажу. Держи. Может быть, ты знаешь этот рассказ. Рассказ прямо. Буквари там или где считал. Дайте, пожалуйста, подержите. Ну, только не урони. Не урони. Это купил эти шлицей. Да? Серовки. Вот вот эти две штуки, Виктор Николаевич, 10 тысяч. Все вместе. И присядывайте. Всегда есть. Ну, не 10, там 9. Ты золотые купил. Отпусти. Отпусти. Нет, отпусти. О, как нормально. Слушай, ну... А ты где? На Южном Пуку? Ну, я не покинул. Не поднимаешься, сам понимаешь? Вот так. Я прикинул, что... Ну, ладно, Лены нету. Нет. Лена. А? Выдали дочку замуж. А она ничего делать не умеет. Округлить 10. Нет. Она хорошенькая. Она неспорливая. Слушай, просто шлицы свои. Сейчас я расскажу, это вас касается. Ну, в соседней деревне посватывались. Они говорят, дочка наша-то такая, вот она изнеженная. Но сама по себе хорошая. Ласковая, внимательная, а делать еще не умеет. Они говорят, а мы на ощупь. Сосватывали. Парень понравился нашему. Доиграешь. Все. Проходит, ждут неделю, вторая. Нет, не приезжает. Не выгнали, не разводится. Прождала. Она говорит, что-то не слуха, не духа. Отец, езжай, проведай. Жива ли дочка? Он приехал. Маленько, погодя. Она явилась домой. У-у, папенька приехал, дятенька. Другая, где-то. Остальные на поле, там сенокоз идет. Так, он посидел маленько, она угостила. Ты, папа, знаешь что? Бери тяпку, иди тяпай. Тут такой порядок. Если кто не работает, за стол не посадят. Отец взял тяпку, пошел тяпать в огороде. Вот так. И они, когда пришли, они не нарадуются. Все она умеет. Корову научилась доить, хлеб русской пищи печет. Гостей привещает, муж не нарадуется. Все. Все внутри. Было пожелание. А то получается, как готовят, говорит, я не бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Я сейчас прихожу, Надежда Васильевна, дверь открыта, самой нету. Зашел по комнате. Или палочка, видите? Вторая дверь открыта. Кто где? Голос подала где-то в огороде. Ну я же рядом. Рядом это означает за домом где-то. На место меня зашел другой, технику всю вынес. Что будешь делать? 50 лет долблю на одном месте, не смешно. А это можно учиться за один раз. Пошел, палочку поставь. Тебя касается это? Зайду, крещу, редко-редко палочка ставит. Всегда ставим. А я тебе это надоело уже с этим. Ну до свидания. До свидания. Спасибо, Христа. Спасибо. Спасибо, Христа. Собирай свое такое. А где? А где Витя? О, не крыса. Витя. А где? Собирай. Не можно. Она не показала. Стоять. Продолжение следует...